На то, как мы провели первые протесты в Белграду, в Ёшином Саду, я вообще не знал, что есть телеграм-канал, где некие люди из Руси притчают за ситуацию в Сербии. Мы видели, что люди из Санкт-Петербурга творили некое удружение за дружество между Русами и Сербами, но фактически он правил притчают за активистов, которые идут против Рата и против политики Путина. И, знаете как, то, в принципе, я думаю, все мы это не видим как некую великую притчу. Это, вероятно, самая притча, из-за того, что они ради заформирования некого информационного пространства в Сербии. Кажется, что люди, которые здесь против Рата, они имеют некую манину, а они имеют некую величину, которая само за Рат, само за притчу Украины, за изгубление украинских народов. Но, как я знаю, люди, с которыми я имею контакты в Сербии, буквально, может, два-три поста, кои относятся, кого добро им от понашавания Квадрата, а сви други вобшти неволюю. И то, самая одна стварь, что они ничто не ради, значит, против Тократа. Они сока спавы, знаете, и кажут нам без связи, что там мы идем в Украине. Ясно, что неприятно, и сбоку того, что сте видели там, они ставили и притчили за нашу децу, а то и вобшти, сбоку сербского закона, то и, как сакажи, кривичная стварь, может, да, направить кривичную прияву. А как вы видите, как мы за это питали за то, значит, они сразу сбросили, а наши приятели врадили скриншоты от того. То и конкретно приявились, мы, я знам я, и некие другие люди, приявили, как это называется, служба за высокотехнологичный криминал. Так вот, 3-4 месяца прошлого не смогли ни одного какого договора, и все приявили. Так вот. И не смогли? Нет, ничего не смогли. Вероятно, не заинтересованы люди о том, на жалости. Что все читали о себе в таком поруках? Извините, что скажете? Что все могли видеть в этих поруках? А, что могли видеть, конкретно, например, что мы имели пару из Европы, в Унии негде из Америки, и обе пары буквально пятьсто динара плачем мы за свакий излаз на протест. Буквально пятьсто динара. Что пятьсто динара? Я не знаю, что мы можем докупить за пятьсто динара. Знаете? И тоя старая система, коя была уроджена уже в советское время. Исто так упричали, как я сам был мал, они срекли там, а знаете, как в Америке живы люди, как живы люди в Европе, например, они иму буквально едем два доллара, и зато они готовы ничто радить, например, что они им окажут. Глупость. Сваки, разумный человек, кое имя главу, то я разуме, что глупость в обществе. Скорость глупость. Так вот, знаете, они не имеют фантазии. Они кажут, да, добили сумму гуманитарную помощь буквально 200 евро от своих костей. Значит, видите, мы плачем людям 500 динара, а они плачут нам еще другим, коим мы скупим как гуманитарную помощь. И после того, они сказали, да вы то шалите национальным батальоном в Украине? И кажем, слушай, то вероятно великая помощь. 200 евро некий за национальный батальон в Украине, что они купят себе, не знаю, запушение некое, или что. Я, мысль, да, назив либерала, в общем, изгублен, да нас. Значит, путинская пропаганда, она притча, что либералы, то и некие люди, кое, ничто не могут дорадить, значит, не могут направить, например, я не знам некой организации, а саму, значит, притчу, мысму против рата, мысму против рата, бла-бла-бла, и то и то. Али, например, мы овды правили и письма и министру Улину, когда была притня, притчу фейсбуку, за сви русские, кои дошли овды, и некая жена, да рекла там, кои живи овды, долго, и мысльское вероятное дежавлянство, она рекла, значит, сви, кои не слажены с политиками Путина, сви, кои нищо, да, стави там, на мрежима, что не слажен с пропагандой Руси, и, значит, я, что, значит, они, бичу овды, ухапшины, и да пошали, Сербия пошали них в Руси, и так вот, да, то есть, значит, некая глупость, после того, как мы шалили, отворено письмо, они, бичу ото, избрисали, и то, и то. А их, то, самое мое мышление, знаете, я не можем докажем конкретно, например, они имели финансирование от того, или от того, например, от неких фондов, или от амбасады русской, због того, что не имам доказки. Я, мысль, то и посол наших сербского министерства внутренних послов, или некие другие службы, кое ради за то, кое ради против агента, кое имам тудоста из Руси, али, само мое мышление, само мое мышление, что те люди, то дошли, значит, из Руси, и они, то и ниху посол конкретно, да правите овды у Сербию, приятню людям, кое против рата, правите, фермеристите овды, значит, как информационное поле, значит, за то, что свои сербы задовольны ратом, свои сербы поддержали Путина, и так, али, фактически, что они правили за Сербию. Они, каже, свакому, державнену в Сербии, ви сте робови, фактически, ви сте робови Руси, ви сте робови Путина, значит, због того, что ви сте сви за Руси, а не за Сербию, коя могла би бити свободна и независна от свих других державов, например. Или сте добили от, овде, десничара из Сербии притаче поруки? Ну, как бы было, там, некие наши скуповы дошли, там, десничары, да, причали со нами, бил один человек, баш, який и великий, и он каже, ви сте правите приятнюю некою Русима, али я сам питал дружему, да ли ты си жив, и колико си жив у Руси? Он мне говорил, никогда не сам я был у Руси, и сам хранил милку чоколадку. Знаете, как? Тое, в общем, капиталистичка сранника, али, вероятно, он воли некую милку, и, значит, он каже, да, вы сте притите, дружи мой, ако жилишь, да, иди ему на каф, попи ему кафу, да, я тебе кажем, я сам живу в Руси 45 година, он не веруем тебе, я говорю, как он может покажете пасуши, или что? И сви други, кои били с нами, заедно близо, они среки, я сам из Руси, я сам из Руси, я сам из Руси, я сам из Руси, због того, что сада, кад почел овый нападок на Руси, на Украину из Руси, и кад почел верат, сада свакий добры Руси и в Украине, због того, что ранее, ранее, мы все были в одной стране, в Советском Совете, и с породицей, они были связаны с Украинцами, с Руси, между собой с Белорусами, так. И после того, стигла полиция, и они с овым человеком отшли, и я не видел нега дальше. Е, сад, когда сте већ побенули, да сте толико живели у Руси, када сте је напустили, и због чега сте отлучили да напустите Руси и да дођите ваше Србију? Како я рекал, што той было 2012 години, а Сербиў смо стігли 2013 години, и мы смо тражали, где можемо дастануват и в обште ёв Ёвропе. Али, видите, вако, нисмо имали доста информации в обште за Сырбиў. Кас смо первый путь стігли в Сырбиў, мы смо плашалися, што обдайде некий рад, због того, што там біла доста информации в Сырбиў, не мирно, в Сырбиў рад. Знаете, како біло, в обште, было яко смешно, мы смо стігли на прелаз в Хоргош. Тој біло пасле Нового години, може неделя дана, и біло як прасно, не було ніког. Я сам, кажем, своўе жени гледай, значи, яко великий прелаз, а нема в обште люди. Вероватно, нікто, нікого не желе допутаваць преко Сырбиў. Не смо знали, што можна дочекати тому прелаз п'ять-шесть сатова. И тако, ми смо стігли перјј путь, видимо на путок, нико не пуцкао све вредо, добро смо стігли. Београд, далі може да паркируе ту колу, значи, видимо сви паркируе колу. Мирно све, и после того, знајте како, мисло буквально, због тога, што нисмо ништо не знали за Сырбију, я сам гледал интернет и видел, како пуно лаже, свакој на интернету, било уписано за Сырбију. И како сте одлучили овде да останете? И тако видимо, да јзик е слично, люди су добри. И тако мисли, да, вероятно, најлепше, да ми доджемо овде. А зашто сте отишли? А зашто сте отишли? Я только рекал, због тога, што я мислил, што после того, како Путин был рачен на председника Руси, ништо, и променен ёш, как урок, нихо врок, да, президентства, значит, от 4 года 6, то вероятно, све ураджжена за то, что он бичи на овам месту докрај живот, нихо живот. А той, значит, ништо не добре за Руси, због тога, что ни еден диктатор, а фактически, то е диктатура, как човек, кой имал, например, два пута бил президентом, и сбог конституциј, да требала да, или на пензию, тако, и требала да бити ново, прецедника некого, но не бил, и он бил врачен, значит, то е фактически диктатура. Промениње рокове, значит, от 4 до 6 година, и вероятно, я сказали, у то време, што 10-12 година, и там у Руси стиже некий хаус. Како, видите, овако, 12 година ми смо отишли, у септембр смо отишли, а сад, кој година, 22 година. А како, како сте пред тога живи, како је било живи? Де сте живели у... Ми смо живели у Новосибирску, ми смо живели у Новосибирску, имали там бизнес, кој је правили још од 90-те године. Тако. И како је било живети? Добро, то време добро било, знајте како. У принципу било, ну, ми смо били млади. Кај си млади, во све уреду, в принципу. Тако, и радили, и била могучность да радите добро. Кај се променило? И како? Знајте, полако, полако, ова, например, полицајци, и други, све кој близо, како се зове, служба обезбеджения, и тако да, они су полако, полако да покрали бизнес од сваки люди, који имали досто пари. Ни смо ми, ми смо били неки мали бизнесмени, а люди који имали велики бизнес, они, я знам једног човека, кој имал тамо баш добри бизнес, в Новосибирску, и имал ёж бизнес в Европе, и, кадо ёден путь вратялся в Новосибирск, бізнес, кој он имал, и нега, значи, пошалили во затвор, них его пријатели, а он бил ранее некие офицеры СБ, и тако, значи, отвешел на пенсию, направил бізнес, и после того, новој, кој сустигли, гладни, вероятно, желеји да нови новац, а они су за него затворили в затвор, и рекли, а, ако, значи, ти нам упишеш овај свој бизнес, идеш, где хоѓеш, слободу, то је кошта више, и то је то. И човек, вопште, променял своје лице, и здравље, и изгубил и све, я не знам где сада, вероятно, а ако има нешто, овде, некий бизнес у Европе, може сада ту. Када је дошло 24. феврор, што сте помислили? Знаете, како, после того месеца дана я сам бил, ни сам у себе, тако, ну, како кажу, сам у себе, или, како сакажу, в сербском значи, не мог данајѣ вопште место за умиране, због того, што је било, яко тежко. Яко тежко осознати, што је твое, держава, где си роджен, как держава, које да добыла пабеду над фашизмом в другом советском рату, фактички, фактички, уродила нападок, уродила нападок на, на слободну независну державу Украину, како фашистская держава, фашистская держава. Фактички тако, иста, у 4, или, како там было, у 5 сат, у јутро рано, почели бомбардование, и почели окупацију. То је страшно. То је, ми признали тој агресивном ратом, али то је, фактички, агресивни рат. И, тоје, одно сте се придружили овим људима, који су на групи, и на сваком протесту. Да, видите овако, придружилися, послј тога, послј 24. фебруара, са некими людьми јасам бил познати ранее, а некие буквально послј тога. Да, отворили смо гуманитарний рат, због тога, што дежавляні Украины, Руси и Среби, овде, отворили ов організацію, али ёш мало організація, намо треба паддершка ёш, паддершка украинской амбасады, мы смо радімо сад, само за помаў избеглицам, које тамо уранў шалі смо, и, наче, свакі ствари, и, и, свакі вещі, и вентилатори, и, мрежица от комарца, ну, што, не питое, значе, мошаліли, скупили пары овде, и, у Срби, и некі люди, друге держава нам мошаліли то, али, мисмо мыслімо, акубич, намо поддершка украинской амбасады, значе, мы морамо да направити, и, вечу каличину, да, гуманитарне помощі, и можемо, да, шалити то, Украину, где тое потребно, тако. Я не знам, може, може, поліція не реагировала због тога, што, ове предні були направлены од Ботова. А тое тежко да найдеш Бота, например, ако он не реален човек. Ако реален човек, то е лакше да найдеш него, а Бота то, например, може вопшто изгублен профиль, и так далее. И так далее. Значи, поліція допрічала, с ними, да не можете далі допрічати. Значи, хвала, люди, кои то правили конкретно, вони нам, а у нас, вони су нас бранили. То е било конкретно на протестах. А што се тече интернета, то ништа. С другой стороны, я мислим што ову групу, например, з Орлови, вони би могли би свободно да видяте одакле, она због тога што не е затворена, и то свободно може да видяте одакле су. И како доживлявате однос власти у Србији према тома што се дешава у Украјни? То је тешко питање за мене, због тога што имам ниједно мићље, знајете како, кад мислиш може бити једен, други, трећи варианта тога. И, я мислим, треба нам да чекати середине августа. А дали ћемо видити, видимо како бити далје, после тога. Кад бити фармирися нова влада, тако ја мислим. И после тога бити јасно, кој јо однос. Због тога што, вероватно, може бити и некој внутрішні ситуацији, некој внутрішні претни, или ёш нешто таму, я не знам, како то иде. Знајте, како, видимо, фільмави сваки, то може бити и код нас обе. Планирате да се вратите в Русију? Јте ишли свих ових година. Знајте, како смо навикли ту, и саде дали, ми смо ту, и због тога, што имамо саде и ову нашу групку. Я мислим, што овий рад не завершава се сутра, на жалост, и вероватно чекамо нам ото још не манјо три години. И, вероватно, треба да... Јли би сте волели да се вратите, ало ме достоје ваше земље? Я сам, волим Сибири, тако, да. И, како, сваки човек, я мислим, кој је роджен у некој земље, то је воли своју земље. Я знам, сваки човек из Србији, кој је живи, например, Америјка или Европска, или Австралији, негде да сваки путь да може да врача се Србији, кој свој продице, их свој пријателі, тако. И ако може да, например, ради зоби пензију, я знам пуна люди, мој пријатје, кој има пензију, а не суврачене, овде. И, буквально, има и жени, и мужа, например, кој је живљење другој державы, але они су рекли да нам овде, и највыше, и мы сможемо ту. Видите, овако. Кадо Руси са да диктатура. И колико дуга воно бичи тамо, нисмо знамо. И люди, којат ишли овде, значи нема шанса да вратијся назад, због тога, што тамо чека, значи, веруватно, притяшняване и предје, и свејат рука.